Досталось всем! Сергей Меликов подверг корейской критике глав муниципалитетов и руководителей ряда министерств. Подробности совещания в начале выпуска. Дети рады, чиновники не очень. Подробности рабочей поездки главы в Южный Дагестан также смотрите сегодня в итогах. Раз живете, надо и платить. Ректор ДГПУ наводит порядок в общежитиях вуза. О каких проблемах идет речь, расскажем сегодня. Эмоции, впечатления и воспоминания на всю жизнь. В Махачкалинском аэропорту встречали первых паломников, вернувшихся в Схаджа. Более подробно об этом поговорим и с гостем нашей программы и главой Миннация региона, который также побывал на святых землях. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ЛНТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. Глава Дагестана пригрозил чиновникам увольнением за плохую работу. На неделе состоялось очередное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики с учетом внешних факторов. По сути, обсуждали все те же старые и никак не решаемые проблемы, в частности, в сфере туризма, образования и медицины. Меликов раскритиковал работу глав районов и руководителей профильных министерств и ведомств. Подробности в сюжете Карима Даниева. Досталось всем, кроме Мажонца. А началось все с главы Гунипского района, который, судя по всему, такого и не ожидал вовсе. Видя нарезку ужасов села Гамсутль презентовал сам руководитель Дагестана. Узкие улицы села давно заросли крапивой. Источник воды там же, где и мусорка. А многие заброшенные сакли несут нагрузку общественных туалетов. Именно так, судя по заранее отснятой картине, встречает туристов заброшенный аул. Чиновник, хоть и был застигнут врасплох, все же нашел, что ответить. У нас нет средств, чтобы содержать этот заброшенный аул. Что нам делать, мы не знаем. Меликова такой ответ не устроил. По мнению главы Дагестана, если легализовать доходы местного бизнеса, многие проблемы можно решить. Проводить через кассовые аппараты, потом эти деньги пускать на развитие этой курортной точки. Я год назад уже говорил о том, что вы должны привезти район в Барят. На заседании оперштаба также обсудили подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Первый вице-премьер Мажонс, умеющий планировать, уверенно доложил о том, что запланировано. Здесь обошлось без замечаний главы. Мы в этом году запланировали достаточно большой объем работ. Это подготовка к зиме. В плане у нас стоит 423 катильные, 20 тепловых пунктов, 319 километров замены тепловых сетей, замены ветки водопроводных сетей 14 тысяч километров, замены ветки канализационных сетей 1986 и пополнение аварийного запаса на сумму 39 миллионов рублей. Говорили участники заседания и о капитальном ремонте школ. Минобор, конечно, тоже умеет планировать, но не все по графику идет. Где-то успевают, а где-то и нет. Крик помощи профильного министра был адресован главам отстающих муниципалитетов. Учитывая то, что до планируемой даты окончания работ по капитальному ремонту осталось чуть более месяца, просим глав муниципальных образований, особенно тех, по которым наблюдается неуполнение графиков производства работы, усилить контроль за ходом выполнения работы, в свое время начинать претензионную работу в целях решения задач по реализации всех мероприятий регионального проекта модернизации школьных систем образования Республики Дагестан. От объектов образования перешли к проблемным объектам здравоохранения. В Избербаше с 2009 года строят больницу на 300 коек. В 2014 году работы были приостановлены. Сергей Меликов во время недавней рабочей поездки поручил принять меры для завершения строительства. Однако выяснилось, что заявка до сих пор не доведена до Минздрава России. И тут порция критики хватила на всех. И на главу Избербаша, и на Минздрав с Минстроя. Поезжайте в Москву, стучитесь в кабинеты, согласовывайте, я не знаю, с Николаем Николаевичем, согласовывайтесь с Нейманом Ахмудовичем, упрощайте, я говорю, в конце концов скажите, там не будет больницы. Ну откажитесь от этой больницы, давайте там детский дом сделаем. Карим Даниев, Арсен Набиев, новости ННТ, Махачкала. Нежданному визиту главы Дагестана в Рутульскую школу номер один обрадовались только дети. Руководству уже образовательного учреждения пришлось отвечать на неудобные вопросы. Сергею Мелику в частности не понравились условия пребывания учащихся в пришкольном лагере. Ты видел в каких они условиях, вот в школьном лагере, в раздевалке нет света. Дети ходят с грязными ногами, им помыться негде. Девочка принесла из дома мячик, и они этим мячиком играют в футбол. Когда мы садились в машину, они взяли мячик и домой пошли с ним. Как до такого состояния вообще школу можно было довести? Я понимаю, что капитальный ремонт делается там, где в силу изношенности кровля может потечь. Или какие-то другие там могут произойти истории с обеспеченностью отопления, проводки, еще что-то. Вот это капитальный ремонт. А вот этот ремонт текущий кто должен? В ходе рабочего визита глава региона посетил не только Рутульский, но и Куравский район республики. В обоих муниципалитетах Меликов осмотрел образовательные и медицинские учреждения, а также встретился с местными жителями. Так, в селе Икра он навестил семью Героя России Зайнудина Батманова. Отметим в 2015 году лесник был расстрелян за то, что отказался выполнить требования боевиков, которые с его помощью хотели выманить начальника местной полиции. В мае прошлого года Сергей Меликов вручил семье Героя ключи от новой квартиры в Каспийске. Дагестанский государственный педагогический университет начал наводить порядок в своих общежитиях. На неделю в конференц-зале университета прошла встреча руководства ВУЗа с представителями республиканских СМИ, а также с жильцами проблемных домов. По словам ректора педуниверситета, на сегодняшний день четыре общежития заселены абсолютно сторонними людьми, не имеющими прямого отношения к самому образовательному учреждению. Но, несмотря на это, по словам Наримана Осварова, ни о каком выселении людей речи не идет. Проблема в другом. Накопились большие долги за коммунальные услуги, которые приходится оплачивать из бюджета ВУЗа. Я сегодня готов с ними встретиться и с каждым работать. Никого выселять мы не забираемся. Главная задача просто установить всех жильцов, которые там проживают. И определить, кто, какой из них, какое отношение имеет к ВУЗу. Работник он, бывший работник он или вообще посторонний. Первую очередь. Вторую очередь, чтобы они заплатили те долги, которые за ними образовались. В совокупности около 62 миллиона. Соответственно, индивидуально по каждому вопросу будем смотреть и принимать решение. Осваров не принимает решение. Есть ВУЗ, коллектив, комиссия, которая создана для этих целей. И, соответственно, я всего лишь хочу просто в этих общежитиях навести порядок, знать, кто все-таки проживает в этих общежитиях. Ранее в СМИ сообщалось о планированном митинге недовольных жильцов, который должен был состояться около одного из общежитий ВУЗа по улице Гамидова. Однако люди по непонятным причинам не собрались. Паломники из Дагестана начали пребывать на родину. На святых землях они провели несколько недель, выполнив все обряды хаджа. По аэропорту Махачкалы новоиспеченных хаджиев встретил в муфте региона шейх Ахмад Афанди, а также родственники и близкие друзья. Среди встречавших был и наш корреспондент Хамзан Нурмагомедов. Ему слово. Я даже не могу выразить. Были бесподобные места, наши священные места. Очень даже приятно было, очень было хорошо. Уставшие, но счастливые среди первых паломников, которые вернулись на родину, представители власти, известные спортсмены и общественники. Их лично встретил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Все нормально, хорошо. Он очень доволен. Когда министр доволен, все должно быть. Когда все это не так, не вступай. Да, действительно, я был впервые, совершил хаджи. И впечатления очень достойные. До сих пор как будто во сне. Видимо, буду это все переваривать, вспоминая каждый днем. Кроме того, что совершил хаджи, использовал это для того, чтобы спросить паломников, как обстоят дела, как организация внутри, перемещение и так далее. Но хочу сказать, что ни одной жалобы не получил в ходе общения с паломниками. Дело в том, что все на высшем уровне. Они сами отмечали о том, что с каждым годом все лучше и лучше организация хаджа. И в этом году вообще на высшем уровне. Этот рейс с паломниками пребывал на святых землях Мекки и Медины 11 дней. За это время они совершили все обряды Большого Хаджа. Лицезре в священную Каабу, мечеть пророка Мухаммада, мир и мои благословения и другие достопримечательности. Мы думали, что в этом году, когда в середине лета будет жарко, погода была замечательная, группа замечательная. У нас получился самый такой, как бы правильнее сказать, легкий, наверное, хадж. Пусть его же не примет. И кто не был, пусть у того получится побывать на этих святых землях. Хадж прошел очень легко, так как паломников было на 2-3 раза меньше. И загазованности было меньше. И пробок было намного легче. Конечно, хадж не должен быть полностью легким. Хадж он для того, чтобы мы преодолевали какие-то и физические трудности. Поэтому, в общем, все благополучно совершили хадж. Я был 17-й год, ранее был с родителями. Сейчас с женой, уже с сестрой поехал, как бы, да, хадж. Ощущения такие очень эмоциональные. С удовольствием еще раз же поеду туда. Говорили, что условия улучшатся. На самом деле, условия намного улучшатся. Условия и в Минае, и Муздалифа. Намного подготовленнее уже было, что происходило. И кормили хорошо, как бы, да. В связи с этим, и вода легче было делать. Среди счастливчиков и директор телеканала ННТС Утан Трамав. Для него это первое паломничество. На святые земли. Уже сколько интервью я дал, и каждый раз я объясняю, что словами это передать невозможно. Это должен пережить каждый мусульманин. Обязательно, не откладывая. Я сторисы вел только для того, чтобы люди увидели, что все очень просто. Что все очень ярко, увлекательно, эмоционально и важно для каждого мусульманина. Такая перепрошивка. Обнулился, перепрошился и совсем другой человек. В плане организации, как вообще, морозы? Все прекрасно, великолепно, качество на очень высоком уровне. В сравнении с многими, кто были рядом, я понимал, что мы в очень комфортном условии. Организацию паломничества на себя взяла компания «Марва Тур». На протяжении всего хаджа дагестанцев сопровождали опытные специалисты, которые не только создавали для них комфортные условия пребывания, но и помогали правильно совершить религиозные обряды. Хадж прошел мимолетно, конечно, но, аль-хамдул-лях, так как в этом году у нас был большой хадж, день Арафа совпал с пятницей, эмоции были просто, зашкаливали, так сказать, потому что, когда прибываешь именно на Арафа, видишь эти миллионы людей, которые обращаются к Аллаху, все плачут и понимаешь, что они получат ответы, каждый, кто делал дуа, и за каждого, который делали дуа, я думаю, в этом году будет принято однозначно. В плане организационных вопросов, аль-хамдул-лях, маратор, все гостиницы, переезды и так далее, все было очень слаженно и максимально помогали паломникам, и мы старались помогать паломникам на каждой дежурной в гостиницах, дежурные на местах работали слаженно и были готовы помочь, даже они не переживали за свой хач, грубо говоря, они переживали, как бы паломнику было все, что ему нужно, чтобы у него было под рукой, все, что на любой вопрос, который они хотят, чтобы была возможность ответить и так далее, очень сильно старались, Машалла. В этом году с нашего региона большой хач благополучно совершили около пяти тысяч верующих. Последний рейс с дагестанскими паломниками запланирован на 27 июля. Хамзунур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В продолжение темы паломничества мы пригласили в нашу студию министра по национальной политике и делам религии республики Дагестан Энрика Муслимова, который также в этом году побывал на хадже, имел возможность поучию наблюдать за процессом организации и проведения хадж-компании. Энг Силич, примите наше поздравление по случаю совершения вами хаджа, пусть и Вышний примет его. И первый вопрос, даже не вопрос, а вот ваше впечатление относительно поездки? Ассаламу алейкум и рахматулу баракату. Да, действительно, по воле Всевышнего открыл дорогу. В этом году я совершил хадж, хотя планировал его совершить в 2019 году, вот тогда не получилось. Но первое впечатление — это состояние невесомости. Я бы так оценил лично мое состояние. Все проходило как будто бы во сне. Вот я сейчас по приезду только ошишаю, анализирую, возвращаясь к этим событиям многочисленным, ежедневным. Вот и отсутствие каких-либо трудностей. Вот это я считаю, что вот такое изменение в нынешнем хадже, как мне кажется. Учитывая, что Вы курируете религиозную сферу в республике, хадж также является одним из вопросов, координируемых минациям. Следовательно, такой вопрос, как Вы, как министр, оцениваете хадж-компанию этого года? Да, действительно, министерство с момента начала этих процессов, даже тогда, когда мы не понимали, будет ли хадж в этом году, все его известные обстоятельства, но подготовительная работа проводилась вместе с Муфтиатом Республики Дагестан, вместе с Марва Тур, основным оператором, проводились многочисленные согласования, совещания в таможне, в правительстве, в министерстве, с Роспотребнадзором, с правоохранительными органами, с контролирующими органами, с Миниздравом. Почему? Потому что требование, еще раз хочу сказать, что с одной стороны, вот сама организация хаджа, она как бы в этом году была более легкой, в смысле того, что всего миллион человек совершали хадж гораздо ниже, чем обычно, но с другой стороны, новые вызовы, новые проблемы, которые возникли после двух ковидных лет, тогда, когда отсутствовал хадж и, естественно, сама организация, они внести свои коррективы. Это и плюс к этому добавились введенные международные санкции в отношении Российской Федерации, это значит выработка новой транспортной логистики, новых финансовых средств прохождения и других. Поэтому в этом отношении подготовка шла довольно-таки на ранних этапах, вот, и во-вторых, по тому, что я увидел непосредственно на месте, я это давно хотел, еще раз хочу сказать, что главное это, значит, совершение обязательного хаджа для каждого мусульманина, но и хотел воспользоваться своим нахожением для того, чтобы посмотреть, как организован хадж непосредственно в Мекке, в Саудовской Аравии, и общался тоже со многими паломниками разных уровней, и мажлиси, которые проходил, все выступающие на этом мажлисе в Мине, и те, которые я общался индивидуально, все отмечали высокий уровень организации хаджа именно со стороны мусульманинатуры. Более того, там находились представители хаджа в миссии Российской Федерации. Они тоже отмечали, что Марва Турзан сегодня в Российской Федерации является самой лучшей оператором по организации паломничества в Саудовской Аравии. И в этом году тоже, хотя количество квот на Российскую Федерацию, конечно, было уменьшено, но тем не менее более 6 тысяч паломников, те, которыми смогли освоить другие операторы, других субъектов, были переданы. Я же говорю, и хаджами, и сами паломники отмечали высокий уровень организации. Более того, я хотел бы отметить профессионализм наших медиков, потому что туда обращали, во-первых, у них был полный набор необходимых лекарств, во-вторых, они работали буквально 24 часа в сутки и оказывали помощь не только паломникам-дагестанцам, но и не только с других субъектов Российской Федерации, но и с других стран. Там обращались, никому не отказывали, и все, скажем так, были довольны. Вот, в принципе, организация хаджа непосредственно Союзовской Аравии, то, что я увидел собственными глазами. Еще раз повторю, что хотел это увидеть, потому что были некоторые жалобы тогда, когда я проступил к исполнению обязанностей министра по национальным делам религий, ну, по крайней мере, это я ни от одного человека не услышал, вот в этом году. Отношения между паломниками более чем доброжелательны. Там, вроде бы, и места нет, где молиться, и раз тебе уступают, находят, хоть и в тесноте, но не в обиде, как говорят, уступают. Независимо от того, они и просто, когда обращаются там с уважением, никто друг друга, ну, никто, большинство друг друга не понимает, что говорят, ну, по выражению лица, по его манерам видно, что он тебе уступает, он тебе предлагает, там, просто улыбается и говорит тебе «Салам алейкум», мимо проходяши. Вот, еще раз повторюсь, может быть, от того, что там вот такого количества не было, но то, что я увидел, это вот высшая степень доброжелательности. между паломниками, ну, вот они, на самом деле, весь мир мусульманский находится в эти дни там, и вот у каждого своя культура, свои интересы, свой характер, но там я вот как раз таки вот это не заметил. Вот я еще раз хочу окунуть в этот мир и почувствовать вот эту доброжелательность. С учетом вызова, в частности, пандемии, Хач претерпел определенные изменения. Стало ли это причиной появления новых сложностей? И, да, вы сказали, не было проблем, но были ли какие-то сложности? Нет, я никаких сложностей сам, ни с какими сложностями сам не столкнулся и не услышал от паломников, что были какие-то сложности. Все они были ранее разрешены до выезда паломников здесь организовано, потому что заранее были отправлены люди от Марва Тур и при организации не только с Махачкова, но и с Москвы. Вот, поэтому таких жалоб, таких сложностей, трудностей, непосредственно, которые непредвиденно обострились или появились непосредственно в Медине или Мекке, мы не заметили. И об этом никто не говорил. Более того, я, наоборот, слышал о том, что вот организация питания, когда люди находились в Мина, они говорят, ну, столько дают, столько невозможно кушать. Там круглосуточно находятся холодильники с водой, пожалуйста, кто сколько хочет, берите. Там был чайный стол 24 часа в сутки со всеми атрибутами, которые кто захотел, вышел, налил, зашел к себе в палатку. И в палатках тоже условия очень даже хорошие были, потому что, ну, и людей мало было, но тем не менее, вот сама организация тоже была на уровне. Я там сказал о том, что мы обязательно отметим те, которые имели отношение к организации хаджа нашими ведомственными наградами. И более того, я обращусь к главе Республикистана Сергеевичу Меликову, чтобы кое-кого представили, поощрили государственными наградами. Потому что на самом деле я хочу сказать, что сделано было на уровне. Это не только оценка моя, как министра, но и хаджа миссии. Это очень важно. По поводу, возможно, у вас появились какие-то планы, идеи, мысли по усовершенствованию процесса организации подготовки хаджа. Поделитесь. Ну, я уже как бы говорил, что никаких вопросов не вижу. В организации очень высокий уровень, профессиональный уровень подготовки и так далее. Но тем не менее, у нас в Министерстве, в Республике реализуется государственная программа взаимодействия с религиозными организациями и их государственная поддержка. Там у нас были, которым мы исключили определенное День Министерства на организацию хаджа. Но я думаю, что многие люди, которые совершают, допустим, тот же Талаф, где что читать, у меня мысль возникла, чтобы на хорошей бумаге, большим шерифтом, потому что там очень тяжело, когда толкают и так далее. Но чтобы у каждого человека была такая памятка. Они есть, они есть. Я не говорю, что их нет, но я говорю более другим шерифтом, более усовершенствовать. И я полагаю, что мы в этом году разрабатываем срок государственной программы. Истекает в этом году, а с первым раз в следующем году мы должны уже новую программу реализовать. И до конца текущего года мы готовим новую версию программы на три года. И там мы просмотрим именно необходимые финансовые средства для наших паломников, чтобы было еще легче, чтобы вот эту литературу совместно с Мухтиатом издать. На неделе сотрудники ГБДД провели масштабный рейд на дорогах столицы. В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявляли водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Подобные мероприятия вызваны ухудшающейся статистикой по дорожно-транспортным происшествиям на дорогах региона. За текущий год в республике произошло почти 700 аварий. В них пострадало 970 человек, погибло 113, из них 12 дети. Обстановка с аварийностью последние 10 дней резко ухудшилась, в связи с чем руководством госавтоинспекции МВД по республике Дагестан принято решение о проведении на территории города Махачкала и по федеральной автомобильной дороги Кавказ-Астрахань-Махачкал. Основная цель мероприятия это профилактика дорожно-транспортных происшествий. Именно выявление тех фактов грубых нарушений правил дорожного движения это выезды на встречную полосу в управлении транспортом в нетрезвом состоянии, перевозка детей без детских удерживших устройств. Очередной рейд, но уже сотрудников МЧС прошел по береговой полосе Каспийского моря. Инспекторы обследовали территорию от Карамана до городского пляжа на предмет соблюдения правил безопасности на воде. Во время патрулирования было выявлено несколько нарушений. Самые распространенные это купание в необорудованных местах, использование надувных матрасов в ветреную погоду и частый заплыв отдыхающих за буйки. Уважаемые отдыхающие, соблюдайте меры безопасности на воде. Не заплывайте за буйки. Не оставляйте детей без присмотра. Во избежание происшествий на водоемах республики Главное управление МЧС по Дагестану призывает отдыхающих плавать только на организованных пляжах и только в трезвом виде. Не заплывать за буйки, не приближаться к маломерным катерам. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.